Книга Исход, глава 10 Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали ему, «Так говорит Господь, Бог евреев, долго ли ты не смиришься предо мною? Отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение, а если ты не отпустишь народа моего, то вот завтра я наведу саранчу на твою область. Она покроет лицо земли так, что нельзя будет видеть земли, и поест у вас оставшиеся, уцелевшие от града, объест также все деревья, растущие у вас в поле, и наполнит дома твои, дома всех рабов твоих, и дома всех египтян, чего не видали отцы твои, ни отцы отцов твоих со дня, как живут на земле даже до этого дня. Моисей обратился и вышел от фараона. Тогда рабы фараонов и сказали ему, «Долго ли он будет мучить нас? Отпусти этих людей, пусть они совершат служение Господу Богу твоему. Неужели ты еще не видишь, что Египет гибнет?» И возвратили Моисея и Аарона к фараону. И фараон сказал им, «Пойдите, совершите служение Господу Богу вашему. Кто же и кто пойдет?» И сказал Моисей, «Пойдем с малолетними нашими и стариками нашими, с сыновьями нашими и дочерями нашими, и с овцами нашими, и с волами нашими пойдем, ибо у нас праздник Господу». Фараон сказал им, «Пусть будет так, Господь с вами. Я готов отпустить вас. Но зачем с детьми? Видите, у вас худое намерение». «Нет, пойдите одни, мужчины, и совершите служение Господу так, как вы этого просили, и выгнали их от фараона». Тогда Господь сказал Моисею, «Протяни руку твою на землю египетскую, и пусть нападет саранча на землю египетскую, и поест всю траву земную, и все, что уцелело от града». И простер Моисей жезл свой на землю египетскую, и Господь навел на сию землю восточный ветер, продолжавшийся весь тот день и всю ночь. Настало утро, и восточный ветер нанес саранчу. И напала саранча на всю землю египетскую, и легла по всей земле, по всей стране египетской в великом множестве. Прежде не бывало такой саранчи, и после этого не будет такой. Она покрыла лицо всей земли, так что земли не было видно, и поела всю траву земную, и все плоды древесные, уцелевшие от града, и не осталось никакой зелени ни на деревьях, ни на траве полевой во всей земле египетской. Фараон поспешно призвал Моисея и Аарона и сказал, «Согрешил я перед Господом Богом вашим и пред вами. Теперь простите грех мой еще раз, и помолитесь Господу Богу вашему, чтобы он только отвратил от меня смерть сию». Моисей вышел от фараона и помолился Господу. И воздвигнул Господь с противной стороны западной весьма сильный ветер, и он понес саранчу и бросил ее в Черное море. Не осталось ни одной саранчи во всей стране египетской. Но Господь ожесточил сердце фараона, и он не отпустил сынов Израилевых, и сказал Господь Моисею, «Протяни руку твою к небу, и будет тьма на земле египетской, осязаемая тьма». Моисей протянул руку свою к небу, и была густая тьма по всей земле египетской три дня. Не видели друг друга, и никто не вставал с места своего три дня. У всех же сынов Израилевых был свет в жилищах их. Фараон призвал Моисея и сказал, «Пойдите, совершите служение Господу, пусть только останется мелкий и крупный скот ваш, а дети пусть, идут с вами». Но Моисей сказал, «Дай также в руки наши жертвы и всесожжение, чтобы принести Господу Богу нашему. Пусть пойдут и стада наши с нами, не останется ни копыта, ибо из них мы возьмем на жертву Господу Богу нашему, но доколе придем туда, мы не знаем, что принести в жертву Господу». И ожесточил Господь сердце фараона, и он не захотел отпустить их. И сказал ему фараон, «Пойди от меня, берегись, не являйся больше пред лицо мое. В тот день, когда ты увидишь лицо мое, умрешь». И сказал Моисей, «Как сказал ты, так и будет, я не увижу больше лица твоего». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!